Всем здравствуйте, добро пожаловать на наш вводный вебинар, на котором мы с вами поговорим о концепции, такой аюрведической концепции как АМА и ее клинической применимости и клинической важности. Эта лекция является вводной лекцией перед стартом базового курса по аюрведе, в котором будут раскрываться еще многие-многие различные аюрведические концепции. Итак, быстрый, краткий обзор на то, как аюрведа воспринимает систему, наш организм, рассматривает по трем направлениям, как саморегулирующую систему, как самотрансформирующуюся систему и как самоочищаемую систему. Аюрведа отмечает, что именно три доши поддерживают наше тело в балансе и в здоровом состоянии. То есть, что это значит? Что у нашего организма есть такая внутренняя способность к саморегуляции. Три доши соотносится с нервной, эндокринной и иммунной системами саморегуляции. То есть, для того, чтобы заболевание начало прогрессировать или развиваться, сначала происходит некая дисрегуляция на уровне данной дошичной системы. Таким образом, еще раз подытоживая ранее сказанное, аюрведа рассматривает наш организм как способный к саморегуляции, то есть, за этим лежит исключительно его... То есть, любая болезнь начинается как процесс дисрегуляции. То есть, когда мы теряем способность к адаптации, когда мы теряем способность отвечать на какие-то стрессы извне, когда мы теряем эту способность к саморегуляции с точки зрения трех дош, тогда наш организм становится уязвим перед любыми заболеваниями. Итак, следующее направление – это самотрансформация. То есть, если саморегуляция исключительно базируется на концепции трех дош, то процесс самотрансформации или способность к трансформации относится к семидхату. Итак, когда наш организм способен к корректной трансформации, когда мы способны трансформировать пищу, которую мы употребляем, именно в этот момент организм способен к реконструкции, к воспроизведению и поддержанию здоровья. So, Ayurveda points out that the body is made up of seven dhatus. Dhatu means supporting structural constituents. And these seven dhatus are formed out of the food that we eat. So, the body is a perpetual self-transforming system. If this transformation, the food that we eat needs to get digested, metabolized, transformed, till it reaches a point where no more digestion is possible. So, this is the self-transforming system. And in this process, the seven dhatus are created. So, when there is dhoshic dysregulation, there will be metabolic stress, and then the buildup of by-products, which the body cannot assimilate or eliminate. And this is what we are going to discuss in our class today, in the name of Ama. So, Ayurveda points out that our body is made up of seven dhatus. Dhatus are the support of the structure of the units, which are formed by systematical transformation of the food that we use. So, how do we use the systematical transformation? So, when there is a condition in the way of transformation, the plant, which we use, should be переварed, metabolicized, усвоed and then outorized, so, it is delivered and unsвоed until the moment, Пока из нее уже нечего будет нам извлекать, соответственно, то, что не нужно нашему организму, должно быть выведено. Это идеальный процесс трансформации. Когда на одном из этапов данного процесса происходит разрыв, какое-то нарушение, соответственно, это приводит к метаболическим нарушениям и впоследствии к заболеванию. Случается это также, когда есть дисрегуляция на уровне ДОЖ, которая за собой влечет метаболический стресс и формирование или накопление побочных продуктов метаболизма, которые организм уже не может усвоить и не может также вывести. Именно это и зовется как раз таки концепцией АМА в Айурведе. Именно об этом мы сегодня с вами детально и говорим. Таким образом происходит трансформация внутри нашей системы. Именно на этом уровне большинство заболеваний начинает прогрессировать, развиваться после того, как происходит дисрегуляция. И когда данный круг трансформации нарушается. И теперь поговорим о том, как Айурведа рассматривает нашу систему как самоочищающуюся. То есть это фундаментальные три идеи Айурведы, которые рассматривает наш организм как саморегулирующуюся систему, самотрансформирующуюся и самоочищающуюся. То есть это фундаментальные три идеи Айурведы, которые требуются из-за того, как есть гурина. Итак, говоря о самоочищающейся системе, Аюрведа поясняет, что также составляют конституцию нашего организма. Мало это не что иное, как продукты побочного метаболизма. Мало также обозначает некие побочные продукты, которые засоряют или даже отравляют наш организм, вредят нашему организму, если они задерживаются уже в больших количествах и на более продолжительный период времени, нежели это установлено природно. То есть в избытке они могут навредить организму, но на самом деле в естественном состоянии мало в нас производится на ежедневной основе, на регулярной основе, безусловно, поскольку это продукт побочного метаболизма, то есть продукт того, что мы употребляем в качестве пищи. И, соответственно, из пищи организм сам определяет, что ему необходимо усвоить в качестве полезных составляющих, а что ему не нужно, от чего необходимо избавиться, что необходимо вывести, это и есть мало. Мало периодически выводится из нашего организма. Да, за какой-то период времени они могут накапливаться, но потом наш организм самостоятельно их начинает выводить время от времени. В общем, это то, что мы можем поговорить. И когда происходит вновь дождьная дисрегуляция, накапливается метаболический стресс, соответственно, выделительная система также страдает. Соответственно, весь аюрведический фокус сводится к тому, чтобы на момент возникновения болезни вернуть эти три фундаментальные системы в баланс и помочь вновь организму наладить эту систему саморегуляции, самотрансформации и, соответственно, самоочищения. Соответственно, терапевтическая стратегия будет включать в себя три важных, или главных компонента. Первое – это коррекция дошечной дисрегуляции. Второе – это преодолевание метаболических отклонений. И третье – это вновь помочь организму наладить выделительный процесс для того, чтобы очищать систему самостоятельно. So, in ayurveda, the body is, you know, therefore engaged in a very delicate balance of functions. It is continuously changing the regulation, the transformation, the cleansing. The body is not static. This change in the body physiology is called in ayurveda as avastha or stage of the disease. The avastha keeps changing depending on various factors. And in ayurveda, we treat the particulars avastha or condition of the body. At that point of time, what condition the body is, that has to be targeted. The disease is not a changing, unchanging, static thing. It is a continuously evolving, dynamic process. So, in ayurveda, the treatment of ayurveda, the treatment of ayurveda, the treatment of ayurveda, the concept of avastha. So, our body is a delicate balance of all three functions. It is not a static process. So, this change of avastha or stage of this. In ayurveda, the timing of ayurveda is related to my... Avastha or stage of attack, the subject of this. Avasta is frequently experiencing root코 в зависимости от разных факторов. Соответственно, мы можем сказать, что терапия в аюрведе специфична по своей стадии. То есть конкретное состояние мы лечим в конкретный момент времени. Заболевание – это не некое… То есть точно так же, как и процессы организма, системы организма, точно так же и заболевание – это не некая статичная система. Это постоянно меняющийся механизм, который важно уловить в конкретный момент времени. Данная картинка, данный слайд с двумя картинками, точнее будет так сказать, показывает принципиальную разницу между подходом в лечении с точки зрения современной медицины и с точки зрения аюрведы. На обеих картинках мы видим людей со стрелами и луком, но используют они их по-разному. То есть есть вопрос о том, что когда вы используете, когда вы используете амма. Смотрите, если что-то из-за амма или нет, это зависит от того, что вы используете амма. 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 И вопрос в чате появился, сырое непрокаленное масло При промасливании образует аму В вопросе, что продуцирует аму, а что нет Важно учитывать два главных фактора Это силу вашего агнии и состояние шротас Важно наносить, что прием масел Что внешние какие-то аппликации нанесения масла Очень важно соблюдать при голодном желудке То есть необходимо удостовериться Что предыдущий прием пищи был тщательно переварен Лучше всего наносить масло Или делать промасливание Как раз в момент, когда вы начинаете чувствовать легкий голод А в целом неважно Масло прокалили, тепло оно или холодное Необходимо соблюдать точно этапы его нанесения Или употребления То есть даже наружное нанесение Может спровоцировать аму Если неправильно были соблюдены критерии То есть наносим масло и ложимся спать Такой процесс может спровоцировать аму Или наносим масло, не убедившись Или не удостоверившись, что предыдущий прием пищи Был переварен И возвращаясь к изображению На первой картинке мы видим стрелка У него конкретная фиксированная цель перед ним На которую он нацелен И который должен поразить А справа на картинке мы видим тоже стрелка Однако цель его это рыба Которая крутится постоянно на колесе, на столбе А увидеть, как в нее попасть Лучник должен в отражение данной воды Данной рыбы в воде То есть если в современной медицине Необходимо идентифицировать одну конкретную цель Выбрать один конкретный путь Ее достижения И поразить эту цель То в аюрведе мы можем сказать Что цель, или например в данном случае Заболевание Это постоянно двигающийся мишень То есть это динамичный процесс Который очень сложно уловить Но тем не менее это требуется сделать So now to understand what is amma In our lecture today We will get an introduction And a background on how to understand what is amma What we have to first understand is that amma happens in the body when agni is disturbed For agni to be disturbed The doshas have to be disturbed So ultimately prevention of amma means To maintain the balance of the doshas So agni is under the influence of the doshas When vata is dominant, agni becomes irregular When pitta is dominant, agni becomes strong When kabha is dominant, agni becomes weak And when all doshas are balanced, agni is also balanced Итак, для того, чтобы нам выяснить Что лежит в основе накопления амы Мы кратко говорим о том, как доши влияют на агни Потому что в конце концов Накопление амы в организме Это результат нарушений со стороны агни А на состояние или здоровье агни Напрямую влияют доши То есть в конечном счете мы можем сказать Для того, чтобы спрофилактировать накопление амы Необходимо всегда держать доши в балансе Соответственно, если мы говорим о взаимовлиянии Агни и доши То, когда доминирует вата Агни становится нерегулярным Непостоянным, нестабильным При доминирующей пите Агни становится слишком сильным При доминирующей капхе Агни ослабевает А когда все три доши в балансе То, соответственно, и агни сбалансирован Его работа сбалансирована This is how Ayurveda looks at the human body Our internal environment It is like a Homa kunda Homa means, you know, there is a fire sacrifice in India We make the sacred fire We put it into In a stone pit With bricks We make that pit And then we put all the offerings into that fire And that So, our body is also considered to be such a sacred seat of the biological fire And At the center is the fire And the doshas are around this fire Controlling it So, vata Which is representing Shita, ruksha, gunas Can move the fire In either way When it becomes Shita When it's Shita Increases It will reduce the fire When ruksha increases It can increase the fire So, our body is considered to be like Наше внутреннее состояние Наша внутренняя атмосфера Окружающую среду Наш внутренний биологический матрикс Ayurveda рассматривает как Homa kunda Homa kunda Это Некое Подношение в виде огня Сооружается Такое Небольшое Из кирпичиков Место В центре которого Зажигается огонь И Различное подношение Этому огню Делается Соответственно Все наше Внутреннее пространство Это Ничто иное Как Данное Огненное Подношение Вот Как раз таки Доктор Изображения Показывает Нам И в центре которого Находится огонь То есть Наш Агни А по периферии Располагаются Доши Которые Его поддерживают Соответственно Если доминирует Вата И ее Черты Природные Шита Или Рукша То что происходит С Агни Он Неотъемлемо Тоже будет Неким образом Подвержен Влиянию Поэтому Если Увеличивается Шита Гуна Ваты То Она Влияет На Снижение Агни А если Наоборот Увеличивается Рук Шагуна То Она Увеличивает Агни Силу Его Еще По поводу Вопросов Какие препараты Использовать При Аме Кроме Известных Четрак Типа Лиософитида Все не так Просто Концепция Ама Достаточно Комплексная И мы Только К ней Подбираемся В нашей Лекции У Амы Есть Своя Классификация Свой Тип Разновидность Своя Стадия И в зависимости От Классификации Типа Амы С которым Мы Имеем Дело Будет Назначаться Соответствующая Терапия По каким Внешним Признакам Можно говорить Накопление Амы Мы Как раз Такие Продвигаемся В нашей Лекции Будем Еще Говорить Об этом Если Вы Смир Оил В Тебе Продолжение Ама В Айрведа Не Рекомен Апликация Оил В Стоит Смир Стоит Оил Стоит Стоит Нет Стоит Стоит Оил Апликация Стоит И По поводу Последнего Вопроса Если Мазать Стоп Тело Маслом На ночь То За Некоторое Время До Сна Чтобы Не Образовывалась Ама Доктор Говорит Что В целом Айрведа Не Рекомендует Прямо На ночь Даже За Некоторое Время До Сна Наносить Масла На Тело Самый Подходящий Период Для Этого Это Дневное Время Но Не Ночное Не Перед Сном В Семь В Семь Семь Может быть Дан Но Когда Вата Семь Семь Не Семь 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 Есть Несколько Исключений Когда Наносится Масла На ночь Это Когда Слишком Вата Раздражена Но Как Правило Айрведа Не Рекомендует Нанесение Масла Или Промасливание На ночь Идеальное Время Для Этих Процедур Это Раннее Утро Или Поздний Вечер И Самое Главное На Голодный Желудок То есть На Пустой Желудок Уже Переваренный Пищей То есть Ушна Сникдхи Гуназ Питта Which Will Increase The Agni Сникдх Шито Гуназ Кабха Which Will Reduce The Agni So снижают агни то есть у ваты есть две опции увеличение и снижение то есть ватака такой некий у нее больше подконтрольных рычагов но вообще мы в целом можем сказать что все три доши является переключателями для силы для работы агни по поводу нанесения масел на стопы тогда если это необходимо то лучше делать не на ночь а раньше нанести выдержать необходимое время после этого смыть и уже идти спать and doctor by oiling alliation we mean like up younger or just even the you know like put in some kind of oil like brahmi taylor for example for souls it's also included in that room yes that's what i said that is all abhyanga means applying on any part of the body whole body abhyanga or part of being it is not massage abhyanga is not massage abhyanga means only applying oil massage is called mardana mardana is massage after applying oil doing massage is a different thing actually for sleep you must do both abhyanga and mardana not you must apply the oil on the feet and then do massage for some time and then you should wash it away and this should be done not just before going to bed let's do this make a few hours before going to bed got it thank you да еще несколько комментариев по поводу нанесения масел abhyanga это нанесение маслом то есть промасливание это не массаж и abhyanga действительно подразумевает либо abhyanga всего тела либо нанесение на конкретные части тела не важно это все будет обхьянга если мы говорим о массаже тут уже другой термин мардана и это совсем другое то есть масляный массаж будет отличаться от обхьянги и доктор говорит на самом деле для улучшения качества сна например при нанесении масел на стоп требуется и обхьянга и мардана то есть нанесли масло в массировали его и это необходимо делать не на ночь а лучше всего за несколько часов до сна далее мы смываем и уже идем спать действительно июрведа рекомендует аносить масло на стоп и на ночь но доктор все-таки подчеркивает что это должно быть нанесение масла после этого его необходимо вымассировать и это делается за несколько часов до сна и потом смывается поскольку когда мы массируем масло втираем масло шрота закрывает соответственно никакого полезного эффекта действия данная процедура на ночь не будет иметь итак разновидности агни есть джатар агни это огонь в кошта в желудочно-кишечном тракте пхут агни это огонь в пище и субстанциях тхату агни это соответственно огонь который влияет на метаболизм на тхату формирование то есть мы понимаем что защита доши защита агни это единственный наверное способ для профилактики накопления амы аминь 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 But the problem here is to deal with silent AMA. So AMA can be silent or AMA can come with symptoms. So some of the ways in which we can identify AMA, I will explain. Оценка AMA. Практически в прогрессировании любых заболеваний есть влияние AMA. И, соответственно, прежде чем перейти к назначению лечения, нам необходимо оценить, с какой AMA мы имеем дело. И здесь самую главную проблему будет составлять именно скрытая AMA. Вообще оценка AMA помогает нам решить, будем ли мы назначать Лангхана или Брымхана терапию, будет ли Шотхана или Шамана выполнено. Но это все действительно возможно и легко, когда AMA проявляет себя симптоматически. Как уже было сказано ранее, проблема будет крыться действительно в скрытой, молчаливой AMA. Несколько способов идентифицировать наличие AMA мы сегодня обсудим. One thing we have to understand is AMA is not a toxin and panchagarma is not a detox. AMA is called AMA-виша. If it is toxin, we call it as AMA-виша. So, AMA is a metabolic waste which the body is not able to use and if it remains in the body, it can become the substratum of disease. So, Шотхана is a method of cleansing where we remove these metabolic wastes and prevent it from becoming toxin. So, toxin is actually called in Ayurveda as Виша, not as AMA. And Agatha is actually called detoxification, not panchagarma. Считается ли AMA токсином? На самом деле, строго говоря, AMA не является токсином, а panchagarma, процедура panchagarma, это не detox. AMA зовется AMA-виша, когда становится токсином. То есть, токсин – это виша. Шотхана – это процедура очищения. А вот детокс в Айурведе зовется агода, то есть совершенно иной термин. И такой детокс, то есть агода, используется в Айурведе именно с целью нейтрализовать отравление. То есть, когда есть действительно накопленные токсины. Но в этом случае мы не говорим об AMA. Айурведе – это в Айурведе. There is a treatment plan. This lecture is all about how do we assess AMA and how do we create a treatment plan. So there is no shortcut. You cannot say I am taking trickle, I will remove all the AMA in my body. I will take trickle, I will remove. Trickle can be part of the AMA treatment program. Вообще, на самом деле, выведение AMA – это целостная комплексная программа. Это не одна процедура и не прием одного препарата. И наша сегодняшняя лекция как раз-таки посвящена тому, как же спланировать план лечения по выведению AMA. То есть, назначая или принимая лишь трикату, или принимая лишь трипхалу, мы не сможем вывести все AMA. Прием данных препаратов может быть частью терапии, но не целостной, не комплексной терапии. The purpose of abenga is not to remove AMA. The purpose of abenga is to pacify water. If you do abenga wrongly, you will only increase AMA in the body. Процедура abenga назначается не для того, чтобы выводить AMA. Процедура abenga назначается для успокоения ваты. Если неверно выполнять abenga, то можно наоборот спровоцировать накопление AMA. Это вопрос о том, как лучше делать abenga, чтобы максимально вывести AMA. Доктора, maybe we can concentrate on the questions after, if we have time. It's not necessary to answer all of them. These things are related to what I'm going to talk about anyway. Yeah, so if we have time, we can cover them after. Yeah, I think we don't have time. We have to move fast. Yeah, so. So, Ajirna and AMA are different. Ajirna is in digestion. It's called delayed digestion. AMA is failed digestion. So when digestion fails, we call it AMA. If it is delayed, it is called Ajirna. So, AMA is not in digestion. It is failed digestion. Ajirna and AMA is absolutely different processes. Ajirna – it is not watered. Or, in other words, it is not watered. So, Ajirna is of three types, caused by Kabha, Bhitta or Vata. This is the key thing. So, many questions that were asked earlier. We are thinking AMA is one type. No, AMA is caused by Kabha. Then, usually AMA is Kabha dominant, but it can also have an associated dominance of Pitta and Vata. So, for example, acidity. If AMA is causing acidity, then Pitta is involved. If AMA is causing flatulence, then Vata is involved. Клинические симптомы Ajirna. Ajirna бывает трёх типов. И это ключевой момент. Как раз-таки AMA продуцируется Kabha. То есть, как правило, чаще всего причиной накопления AMA является Kabha. Однако, может быть и ассоциация других ДОЖ – Pitta или Vata. Например, если накопление AMA сопровождается повышенной кислотностью, то это ещё влияние Pitta. Или, например, повышенным газообразованием, то это влияние Pitta. Также Ajirna бывает с доминирующей Pitta. Это другая разновидность. И с доминирующей Vata. Now, some of the symptoms of AMA Ajirna – swelling around the eyes and cheeks, eructation, you know, burping after the meal, excessive salivation, nausea, heaviness. These are the signs of AMA, development of AMA with dominance. If we ignore this type of indigestion, it will go to Kabha type of AMA. Итак, AMA Ajirna. Какие клинические симптомы? Это отёчность или припухлость вокруг глаз и щёк, отрыжка после приёма пищи, чрезмерное слюноотделение, ощущение тошноты, ощущение тяжести. Если мы проигнорируем данную симптоматику, то такая разновидность Ajirna может привести к Kabha-типу AMA. Delayed digestion actually means it takes, digestion will happen, but it is slow. AMA means no more digestion is going to be possible. So in Ajirna, if you wait, skip one meal, everything will become normal again. That is delayed digestion. What you eat in the morning, you may have to skip the afternoon meal. By evening it will be okay. But if it is AMA, then whatever you do without medicine, it will not be corrected. Отложенное пищеварение означает, что пищеварительный процесс запустится, но слегка замедлено, чуть позже. И для того, чтобы скорректировать это состояние, достаточно будет пропустить прием пищи. Например, вы съели что-то тяжелое на завтрак, достаточно будет пропустить обед и к ужину. Это состояние уже пройдет. А AMA значит, что пищеварительный процесс уже налажен не будет. И что бы вы ни предпринимали, без терапевтического вмешательства вы не сможете помочь организму. Then we have pitta-type of ajirna. When pitta is involved in indigestion, you will feel thirsty, there will be confusion, giddiness. The belching will be sour when you get the burps, you know, the air coming out after eating a meal will be sour in taste and there will be burning sensation. If you don't handle this, it can lead to pitta-type of AMA. Итак, pitta-разновидность от ajirna сопровождается следующей симптоматикой. Это жажда, растерянность, головокружение, кислая отрыжка и ощущение жжения. Если на данную симптоматику не обратить внимание, то она в скором времени может привести к развитию pitta-type AMA. Then we have vishtapdha-adjirna, vata-type. There will be pain, obstruction, flatlence and extraction. И vishtapdha-adjirna – это вата-тип ajirna. Сопровождается такой симптоматикой, как боль, закупоренность, обструкция, повышенное газообразование, вздутие и утомляемость. So, the audience are confused by some statement I made. I think I have to clarify. This is because we are not studying Ayurveda deeply. When there is AMA, oil is contraindicated in Ayurveda. We have to prepare the body. Oiling is done to loosen the AMA. But before that, we have to do Deepana Pachana. When you come to an Ayurveda doctor, if you have AMA, the first thing we do is not ABYANGA. This is, this kind of wrong treatment is promoted by SPAS and massage parlors. What we do first is to do Deepana Pachana treatment. We give the medications to cook the AMA. And after the cooking of the AMA is done, then we do ABYANGA, then SWEDANA, then the VAMANA and VIRATIONA is done. So this is a process. So people are misunderstanding that just by applying oil we can remove the AMA. That is not correct. It is part of a big procedure. And in that procedure, oiling is one part. And the doctor will say and finish in a way that patient runs the Deepana Pachana. So we have to first metabolize AMA and to get it after this ABYANGA. После этого сведана, после этого уже вам она веречена. То есть это долгий процесс, где Абхьянга является лишь частью процесса. Абхьянга никогда не назначается в первую итерацию, то есть в качестве первоочередной линии. Такой метод, наверное, пропагандируется исключительно, говорит доктор, различными спа-центрами, массажными центрами. Но с точки зрения Айурведы это некорректно. It's a complex process. It is a whole procedure. We cannot take one of those procedures and say with this we can remove Amma. That is what I was explaining. If you do only oiling, Amma will not go. If you do only Абхьянга, Amma will not go. First you have to do Deepanapachana. Then we have to do oiling. Then we have to do Svedana. And then we have to do Vamana or Virechana. Then only the Amma will go. If you do without Deepanapachana, without oiling, if you do Vamana or Virechana, also Amma will not go. So in order to understand all this, we must know. I don't know whether we will reach there. We have to understand the classification of Amma. The stages in the development of Amma. And how do we create a complex treatment procedure to address and remove the Amma? This is very, very important. So it is important to understand and understand the process, that it is not a single procedure. A procedure for the Amma is called several processes. So it is several therapies. In the first place, Deepanapachana, after this already Pramacachana, after this Pramacachana, after this Pramacachana and then Vamana Virechana. благодаря чему АМА выводится из организма. Без этих сопровождающих процедур, благодаря одному промасливанию, АМА не выйдет из организма. Более того, без оценки стадии АМА, без оценки ее характера, природы АМА, мы также не сможем назначить корректное лечение, а значит, не будет успешным выведение АМА. Что из-за АМА? Какая пища провоцирует, какие продукты питания приводят к накоплению АМА? Это может быть любая пища, которую организм не способен переварить, но ведь это варьируется от организма к организму. Поскольку это индивидуальная непереносимость. So, what I am trying to convey here today, that АМА is a complex concept. There is no one single intervention to deal with АМА. From the questions, what I am understanding is that people have come to the conclusion that by Tripala we can remove АМА, or by Trikadu we can remove АМА, or by doing massage we can remove АМА. All these are necessary to deal with АМА, but by itself they cannot. If you simply keep doing Abhyanga, don't expect that all the АМА will dissolve in the oil and go out of the system. This is not going to happen. But if you ask me, is Abhyanga part of АМА treatment? Yes, it has to be done at the correct stage. That is why I showed the picture of the person with bow and arrow hitting a moving wheel. At what stage, what treatment has to be done, that is very important for successful management of АМА. So, the approach to understanding АМА, and then to her therapy, is a complex process. I understood that, as a doctor said, that a lot of people have made a sense that through simple use or using Tripphal, or Trikatu, or Pramaclivation, you can do it with Accompanion, but it is not so. It is just one of the events that you have done. But if you ask me, is it needed Abhyanga, is it needed for you to do it? Yes, I will answer absolutely yes, but in addition to other procedures that we discussed earlier. That is, as a part of this therapy. And plus, it is important to understand the correct stage of AМА, its nature. So, I am answering questions, I may not be able to discuss it, because we are running out of time. You can read my answers. And, because we have limited time of webinar, so the doctor will always propose to continue on the topic, and on the questions he will be able to answer verbally. Yes, we can continue going. So, these are the general signs of indigestion. If we don't handle it, it will lead to AAMA. Other problems which cause AAMA is eating what is good and bad together. You know, like milk with sour fruits. Eating before previous meal has not been digested. Eating in the wrong time, eating in insufficient or excess quantity. This is all causing AAMA. What is also causing AAMA? It is, of course, the way to eat food. It is a combination of food and non-alcoholic foods. It is a combination of products, like milk and fruits. It is also a combination of food before the previous meal. It is a combination of food before the previous meal. And, of course, it is a combination of food in the wrong time, in a sufficient amount or in a different amount. So, general symptoms of AAMA include blockage of channels, loss of strength, heaviness, stagnation of vata, laziness, indigestion, excess salivation, constipation, anorexia. If you are having any of these symptoms, you must suspect that AAMA is building up in your system. AAMA is a common symptom of a lack of loss. AAMA is a common symptom for the outcome. AAMA is a loss of resistance, loss of a fatigue, obstructive or staggression of vata, lento, несварение, a tumour, anorexia, anorexia, anorexia. If any of these symptoms is not possible, you must consider it that in the body of the body So, now just a few slides, I am not going to go into detail. Just by controlling diet, we can control amma. So, this is my first message today that people are trying so many methods like oiling or eating tribala or trikadoo or ginger, pepper. Nothing will work if we don't change our diet and lifestyle. First, we have to bring our dhinacharya into, if you follow the Ayurvedic principles of dhinacharya and then take these medicines and treatments, it will work better. And one of the most important aspects for dealing with amma is regulating your diet. The pre-pahala, trikato, perces, imbira, doesn't mean it should be done, if it is not corrected. It is going to be used to do it. It can be done by a Ayurvedic principles of the dhinacharya. Если инкорпорировать свою ежедневную основу диначария, плюс, если это необходимо, аюрведическая терапия, лекарственные какие-то средства, то в этом случае тогда действительно результаты по выведению накопленной амы будут гораздо лучше. Все предыдущие слайды указывают на то, что исключительно даже питанием, регулируя свой процесс питания в корректное время, употребляя пищу в должном объеме, может не только спрофилактировать накопление амы, но и даже обернуть процесс в спять. То есть выступить некой терапией к амам исключительно за счет налаживания режима питания. Собственно, одна из главных концепций, которая, возможно, привнесет ясность ко всем вопросам, которые сегодня поступали, и самое важное, это классификация амы. Как ее классифицирует аюрведа? Итак, первое, с чем важно определиться в лечении, это количество накопленной амы. А именно, альпа ама – это небольшое количество, мадия – это умеренное количество, баху – это в очень большом количестве, в избытке накопленная ама. И, соответственно, терапия будет варьироваться. В целом, лечение сводится к двум категориям. Мы можем аму либо сжечь, либо ее полностью необходимо вывести. Если ама накоплена в небольшом количестве, то мы ее можем сжигать. Если амы больше, чем необходимо, не то чтобы необходимо, а ее много, ее уже невозможно сжечь на уровне организма, ее необходимо исключительно выводить. Таким образом, если вы хотите использовать амма, то чтобы чтобы не сжечь на уровне, то чтобы не сжечь на уровне. Это очень важно. Если мы говорим о том, чтобы нам надо сжечь аму, то мы не будем в данном случае назначать абхьянгу. Здесь как раз таки будет трипхала, трикату, имбирь, но если же у нас амы много и мы ее собираемся выводить, избавляться от нее из организма, то тогда будет абхьянга, после которой будет следовать шотхана. Лина ама means it is sticking, it is inside the body, inside the dhatu. Лина алина means it is coming out and going inside. Алина ачала means it is, you know, separated from the dhatu but not active. Чала ама means the ама which is mobile or moving. Now, this is also a very important classification of ама, whether the ама is dormant and sticky or whether it is mobile. Depending on that, the treatment has to change. Like, for example, if the ама is in the lina stage, we should not use oil. If the ама is in the lina-lina stage, after you have cooked it a little, then you can use oil to dissolve it and throw it out of the body. Четыре стадии амы. Чала, алина-ачала, лина-алина и лина. Если мы имеем дело с лина-амом, то это ама вязкая, она внутри, в спящем состоянии, она очень сильно затронула дхату. Лина-алина – это ама, которая выходит и вновь возвращается. Алина-ачала – это ама, которая находится, она сепарирована от дхату, она к ним не прикреплена, не завязла еще в дхату, но она и не смобилизирована, то есть она неактивная. Чала – это мобилизованная ама, она такая активная, движущаяся. То есть важно понять, имеем мы дело с активной, движущейся ама или с лина, которая вязкая, спящая, где-то внутри, далеко. Если это лина-ама, то здесь мы масла не используем для лечения. Если лина-алина, то после того, как ама была, скажем так, переварена, уже можно использовать после этого будет масло для ее растворения и выведения. Лина-алина – это ама. So, this is the, this is just a brief introduction to how ама is classified and this is involved in ayurvedic diagnosis. Entire ayurvedic diagnosis is focused on not just knowing whether there is ама or not, but what is the type of ама, what is the state in which the ама is. Depending on that, we decide the treatment. So, simply speaking, our question is to burn or to throw. Это такое краткое введение к классификации амы, которое, безусловно, включено в аюрведическую диагностику. И важно понимать не только, или задаваться вопросом не только, есть у нас ама или нет ама у пациента, но и стараться классифицировать ее тип, состояние амы. И в целом, если общими словами, то можно сказать, все лечение амы сводится к вопросу о том, мы ее сжигаем все-таки или выводим из организма, выбрасываем, избавляемся от нее. So, in alpa-ама, we have to follow only some dietary lifestyle restrictions. In madhyama-ама, we are doing deepana-pachana. And in bahu-ама, we are doing the full panchakarma. And in that full panchakarma, we are starting with snehapana. So, only for shodhana, for removal of amma, we are using oil to dissolve and precipitate all the amma and then throwing it out. In madhyama and in alpa-ама, we are not using any oil. We are only burning away the amma. So, I hope that makes the confusion clear. In bahu-ама, we make the patient drink a lot of ghee. But if you stop there, the amma will only, we are actually aggravating, increasing the amma so that we can remove it from the system. After the snehapana, we are doing swedhana or fommentation therapy. And then, after that, it will be followed by shodhana or vamana or virejshana. If you don't do all the three things together, then it will not help. Simply drinking ghee, snehapana alone cannot remove amma from the system. After snehapana, we have to do swedhana. After swedhana, we have to do shodhana. For the Details and We have to manage the yumma. этого будет достаточно. При маде ама назначается дипонопатч, на это в целом тоже будет достаточно. И эти два типа амы как раз-таки требуют сжигания амы. А вот уже когда имеем дело с баху ама, то здесь потребуется полная панчакарма, которая начинается со снехопаны. То есть когда есть шотхана, тогда только применение масел подразумевается. В больших количествах пьется ги, для того чтобы, наоборот, мы еще больше раздражаем аму, накапливаем ее еще больше. Если мы на этом этапе остановимся, если мы ограничимся только снехопана, то мы не добьемся никакого лечения. После этого идет сведана, и после этого идет вам она и меречина. Только тогда мы можем сказать, что ама была выведена. Это объясняет конфузнение, где использовать ой и где не использовать ой в ама. Но полные детали, как об этом бороться с ама, это очень комплексное. И очень важно, это понимать в очень техническом и деталенном способе, otherwise наши лечения будут улучшены. И это целый цель нашего вводного занятия была действительно в том, чтобы убедить вас в том, что ама – это не односложный какой-то продукт, это действительно комплексное понятие, которому необходим комплексный подход. И надеюсь, вот говоря о классификации, ама – мы прояснили момент с применением масла, говорит доктор. So, ама – is assessed by severity of disease or the presence or absence of symptoms. When ама – is lina, it is silent disease. When ама – is lina and alina, we have episodic illness. When it is alina and achala, we have chronic illness. And when ама – is active, it is acute. So, ама – can present in different ways. And the treatment strategy depends on the type of ама that you have identified. Оценка амы происходит по тяжести заболевания, а также по присутствию или отсутствию симптоматики. Если мы говорим о состоянии лина, ама, то это молчаливое или скрытое заболевание. Лина и алина – это эпизодические болезни. Алина и ачала – это, как правило, хронические болезни. Чала – это острые заболевания. Соответственно, и терапия будет варьироваться в зависимости от типа и разновидности ама. So, now there is just the last two slides which I am showing how we are classifying ама. These are all the different types of… We don't have time to explain. I included it only to show that. Ама means not simply ама. What type of ама? It's alpa-ama, lina, alpa-ama, lina, alpa-ama, lina, alpa-ama, lina, chala. So, like this, there are so many presentations of ама. Unless you decide what type of ама is presenting, you cannot decide what type of treatment should be done. Разные типы амы существуют. И вот они представлены в левой колонке. Alpa-ama, lina, alpa-ama, lina, alina и так далее. Их очень много вариаций. И пока мы не определимся, с каким типом амы мы имеем дело, мы не можем перейти уже к лечению, к назначению лечения. And so, you can see here, according to the… This is just for you to think about because it will take one full class of two hours to explain this whole process. A lot of it is explained in our course. Today is only an introduction. You can see, depending on the type of ама, we understand how the disease manifests and what will be the line of treatment. So, this is a chart and framework, which has not been explained. It is there in the textbooks. But I have not seen it being explained in a tabular form. So, for the convenience of those who are studying Ayurveda, I have made this chart. And this will enable us to understand that diagnosis of the type of ама is very important. Based on that, we can choose the specific type of type. We will talk about it in the context of our course. So, on the basis of the course, how we determine the variety of aма, we will talk about what disease can cause it to us. Then, what treatment can cause it to us. The fact is that we have to look for it only in average for a human mind. I have seen it as a human mind, moreover, in a fatty form of a human mind. And so, for the form of an easy way, we gave it to us. The fact of the text is a human mind. The definition of the text is that it is a human mind. It is typical with a human mind. It is a human mind. The food that is seen on the slide. Но опять же, это исключительно лишь короткое, очень краткое подход. И еще, отвечая на ключевой вопрос, когда мы сжигаем аму, то есть не требуется шотхана терапия, исключительно назначая растительные средства, мы можем справиться с амой. А вот когда у нас баху ама, когда слишком много ама, тогда требуется панчакарма, тогда назначается сначала промасливание, апьянга, то есть снеханатерапия в качестве подготовительной терапии. После этого сведана и после этого уже панчакарма, процедуры в зависимости от состояния человека, то есть когда шотхана необходимо. И что это за симптомы? Итак, что относится к симптоматике? Несварение, анорексия, ожирение, анемия, тяжесть, высыпание, ленность, беспокойство, слабость. Это лишь несколько из симптомов, которые были представлены на слайде. Снижение умственных способностей, плохое самочувствие, плохой сон, удрученность. Снижение умственных способностей. Продолжение обращалось просто не для сг follows. Но для этой этой replicации, как ама, в один час, из одного часа, то есть для неприятного оформления, нормальные шоу. Прошу потреблять только полчаса, но для совсем не для снять, но для конца, чтобы дать интерес, как ама, и для контроля, ама. И на этом наше занятие подходит, сегодняшнее занятие подходит к завершению. Безусловно, это очень сложная тема для часового представления с учетом последовательного перевода, время представления сокращается до получаса, можно сказать. Но идея все-таки заключалась в том, чтобы вам показать некую общую скомпилированную информацию, представить и для того, чтобы, безусловно, сгенерировать некий интерес, напитать вас интересом к данной теме. И доктор говорит, что был слегка обеспокоен тем, что увидел комментарии по поводу того, что при помощи промасливания мы можем бороться с АМА, или при помощи простого назначения Трипхал мы можем бороться с АМА. Важно понимать, с какой АМА мы имеем дело, и уже после этого говорить о каких-то назначениях терапевтических. Надеюсь, я все-таки смог неким образом ответить на интересующие вас вопросы, говорит доктор. И, безусловно, в рамках целого курса будет гораздо больше времени для того, чтобы обсудить эти вопросы, и в целом для того, чтобы в них погрузиться и более точно их понять и произвести комплексную оценку. Благодарим вас всех за внимание, за повышенный интерес, за ваши вопросы. Это очень ценно. Благодарим доктора за время, уделенное нам, за интереснейшую лекцию. Спасибо большое, доктор Рам, за время и за великолепную лекцию. Это было очень прекрасно. Спасибо. Спасибо. Намасте. И приглашаем вас всех вновь на онлайн-курс доктора Рама, который будет стартовать 24 мая. И мы поговорим более детально о всех волнующих вас вопросах, обещаем. Еще раз всем спасибо за внимание и намасте. Продолжение следует...